Эллен Нейт. Зайчонок, черные глазки. Жил-добыл серый зайчонок. Серый зайчонок, черные глазки, маленький белый хвостик. И была у зайчонка мама, серая зайчиха, черные глазки, белый хвостик, чуть побольше. Жили они в маленьком чистеньком доме с синим крылечком, с белым окошком, с красной высокой трубой. Зайчонок любил скакать и резвиться. То с белкой станет играть в догонялки, то побежит за солнечным зайчиком, то ловит свой собственный хвост, Зайчонок любил вкусно обедать белой капустой, красной капустой и цветной, если случится. Мама зайчиха тоже скакала, только не просто так, а по делу. Сыну она приносила с грядок белой капусты, красной капусты, даже цветной. А бывало и брюквы. Однажды вечером вот что случилось. Мама зайчонка спать уложила. Только зайчонку спать не хотелось. Сбросил он себе одеяло и закричал. Я сегодня спать не хочу. Дайте скорее белой капусты, дайте скорее красной капусты, дайте цветной и немножечко брюквы. Мама накрыла его одеялом. Ласково мама ему сказала, спи, завтра утром получишь капусты, белой, цветной и немножечко брюквы. Но зайчонок маму не слушал. Если глаза не закроешь, сыночек, тихо сказала мама зайчонку, из лесу выйдет рыжая лисица. И так и знай, надерет тебе уши. Я не боюсь, закричал зайчонок, не испугаюсь, рыжие лисицы. Уши прижму я к спине, и лисица их не заметит. Честное слово. Я сегодня спать не хочу. Дайте скорее белой капусты, дайте скорее красной капусты, дайте цветной и немножечко брюквы. Если ты глаза не закроешь, сказала мама сердито, волк подкрадется к твоей кроватке и схватит тебя за хвостик. Я не боюсь, закричал зайчонок, не испугаюсь глупого волка. Я убегу, он меня не догонит. Я сегодня спать не хочу. Дайте скорее белой капусты, дайте скорее красной капусты, дайте скорее цветной и немножечко брюквы. Тут уж мама совсем рассердилась. Если ты не закроешь глазки, выйдет ищащий медведь косолапый да угостит тебя березовой кашей. Я не боюсь. Дело большое, медведь косолапый. Я сегодня спать не хочу. Дайте скорее белой капусты, дайте скорее красной капусты, дайте цветной и немножечко брюквы. Маме все это надоело. Мама ушла из спальни на кухню. Стала капусты жарить котлетки. Потом села вязать рукавички. Что там такое, вздрогнула мама и уронила свое вязание. Даже клубок под плиту закатился. А в темноте осторожно и робко вылезла серая мышка из норки. Пип, сказала мышка зайчонку. Мама, завопил он. Ой, я боюсь мыши, боюсь мыши. Мама вернулась, мышка убежала. Улегся в постель непослушный зайчонок. Ушки свои положил на подушку. Хвостик пуховым накрыл одеялом. Глазки сомкнул и уснул зайчонок. И никто не надрал ему уши. Не схватил его за белый хвостик. Не угостил березовой кашей. Не приходили медведи-лисицы. Не приходил серый волк зубастый. А для чего? Ведь достаточно мышки.